Глава десятая. Битва богов с Вритрою. Блаженный сын Бадарайны сказал, Сделав указание Индри, властитель сущего скрылся от взора небесного царя и его войска. Тогда боги отправились к Датхьянче, сыну Адхарвы, и попросили его отдать им свою плоть. Выслушав богов, великодушный подвижник рассмеялся и спросил, что за цель у них такая, ради которой они готовы лишить жизни смиренного отшельника. Разве неизвестно вам, — вопрошал он, — что воплощенное существо очень дорожит своим телом и при мысли о расставании с плотью испытывает тяжкие муки. Разве не знаете, что плоть — неотъемлемая часть наша? Разве не знаете из своего опыта, что ради продления мига жизни смертная тварь готова пожертвовать собственной честью и жизнью ближнего? Ради мига агонии живое существо готово веками терпеть смертные муки. Плоть дороже нам, собственной души. Мы скорее отдадим душу первому встречному, чем часть своей плоти, даже если об этом попросит сам Господь Бог. Боги ответили, «О благородный великодушный старец, сжалься над нами! Чего стоит тебе, постигшему вечность, поступиться бренной плотью ради ближнего? Что до нас, то мы, известные корыстолюцы, и ради удержания власти готовы лишить жизни святого? Но пристало ли тебе, о мудрый, уподобляться нам? Достойно ли тебя из-за комка плоти лишать радости лучших сынов вселенной?» «Что же, — сказал отшельник, — я лишь хотел знать, как далеко вы готовы пойти ради достижения мирской власти. Берите мою плоть, ей все одно уготовано гибель. Надеюсь, вы употребите мое тело на благие цели. Кто не воздает просящему, тому не снискать доброе имя и не войти в царство милосердного. Судьба скупого еще более незавидна, чем судьба бессловесного дерева. Если в обмен на бренную плоть я вознесусь в вечную обитель, берите и пользуйтесь ею. Мудрые учат. Кто печалится чужим страданиям и радуется чужой радости, тот стал угодником Божьим и достоин вознестись в его царствие. Что проку мне от тела, которое после смерти станет едой собакам и червям? А пока оно еще дышит и движется, пусть послужит во благо ближним. Как имущество служит владельцу, пусть плоть моя послужит душе. Ведь если не делать добро ближнему, будешь делать ему зло. Блаженный Шука сказал. Так Датхьянча, сын Адхарвы, решил отдать богам свою плоть. И, вручив свою душу Всевышнему, он покинул тело, сплетенное из пяти стихий. Вобрав чувство в жизненный воздух, воздух в ум и ум в разум, Датхьянча соединил свое существо с существом Всевышнего. Плоть отшельника стала добычей небесного воинства. Из костей Датхьянчи Вишвакарма изготовил смертоносную молнию и вручил ее Индре. Укрепленный силою Датхьянчи, царь богов направился на бой с демоном на слоне Айравате вместе с другими богами, в то время как небожители воспевали его доблесть. Взирая на него, все три мира ликовали. О, великий повелитель небес! Наконец-то ты нашел управу на ненавистного нам демона! И как разгневанный Рудра бросился когда-то на владыку судеб Яму, так Индра с великой яростью напал на Вритру и его безумных, отважных воинов. На рубеже веков Саати и Треты у реки Нормады завязалась кровавая сеча между богами и демонами. Против демонов вместе с Индрой выступили Рудры, Васу, Адитии, Ашвини, Пращуры, Вахни, Маруты, Ангелы-воины, Садхи и Вишвадевы. От царя небес, мечущего молнии, исходило такое сияние, что демоны поначалу зажмурили глаза, но затем, собравшись с духом, бросились с воинственным кличем в жаркое объятье боя. Несметные орды демонов, бесов Якшей, платоядных ракшасов и прочей нечисти под началом Сумали и Мали сдерживали могучую рать небесного царя, которого в этот час нелегко было бы одолеть и самой судьбе. На стороне демонов сражались Намучи, Шамбара, Анарва, Двимурдха, Ришабха, Вришапарва, Прохети, Хети и Уткала, Ревущие, как львы в золотых доспехах, бесстрашные витязи разили богов булавами, палецами, стрелами, дротиками, дубинками и пиками. Небесное войско дрогнуло. Вооруженные трезубцами, топорами, мечами, огненными молотами, прощами, демоны, демоны рвали ряды небесного войска и теснили его. Под градом стрел, летящих одна вслед другой, боги исчезали точно звезды за густыми облаками. Но стрелы и дротики, целыми потоками, обрушенные на богов, не достигали своей цели. Отступая, боги успевали на лету изрубать их на тысячи частей. А когда иссякли колчаны со стрелами, воины преисподней принялись забрасывать богов каменными утесами и выкорчеванными с корнем деревьями. Впрочем, ратники индры ловко разбивали скалы и деревья еще на лету. Тогда изумленные неуязвимостью врага, демоны принялись гадать, как одолеть богов, если привычное оружие, копья, камни, заклинания и колдовство не имеет над ними силы. Тщетно пытались они разгадать тайну небесного воинства, коему покровительствовал сам Кришна. Как бессильны молва и злословие завистников пред святыми, так бессильны были колдовские чары и острые стрелы демонов пред небожителями. Осознав, наконец, что удача отвернулась от них и все их усилия тщетны, сыны-дити забыли о воинской чести и, побросав оружие с доспехами, пустились бежать от своего предводителя с поля брани. Видя, что даже известные своим мужеством ратники бегут без оглядки, великий герой Вритра окликнул их с улыбкой. За речь, что произнес могучий демон пред своими соратниками, его поныне почитают мудрецом среди воинов и воином среди мудрецов. Друзья мои, воскликнул он, ви прочите на мучи Пулома, Майя, Анарва и Шамбара. Остановитесь, куда спешите вы с поля боя? Неужели не мила вам больше песни тетивы? Рожденному на роду написано смерть. Счастливые и печальные судьбы заканчиваются одинаково. Уже ли вы думаете, что сбежав от сражения, вы сбежите от смерти? Если смерть неизбежна, лучше принять ту, что открывает врата в вечность и вечную славу. Есть две славные кончины. Йога подвижника обуздавшего страсть и покидающего мир с мыслями о Боге и воина, что встречает свой последний миг на поле брани в гибельном восторге, не отвращая лица своего от врага. от врага. Редактор субтитров